Всем привет! Возвращаясь к теме четырехмачного барка Крузенштерн. Еще 6 апреля, как вы помните, в средствах массовой информации сообщалось, что из-за коронавируса парусник Крузенштерн вместо Израиля прибудет Новороссийский, российский пост на Черном море и бывшая главная военно-морская база Черноморского флота. Три русских парусника Паллада, Крузенштерн и Седов сейчас совершают круглосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды Фаддеем Беринсгалзеном и Михаилом Лазаревым, а также в связи с 75-летним победой в Великой Отечественной войне. Экспедиция называется Парусомира. На судах находится 700-кусантов. Учебный барк Крузенштерн, принадлежащий Федеральному агентству по рыболовству России, вынужденно изменил маршрут трансатлантического плавания из-за распространения коронавируса COVID-19. В дальнейших планах экипажа парусного судна был поход в Марокко и Израиль. Однако данные страны вели карантин. Поэтому следующий пост захода Крузенштерна в Россию. Так все в дальнейшем произошло, и мы все вместе могли наблюдать за проходом красавца Барка через пролив Босфор из мраморного моря в Черное. Ссылка на видео приводится в описании. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и действующего повсеместного карантина в России, в целях безопасности сход в порту Новороссийск, всех членов экипажа и практиканского состава был, что печально, запрещен до конца пребывания в порту Парушника. А так, как сообщалось, судовая жизнь шла своим чередом. Каждый день велись работы, необходимые на любом судне, особенно на Парушнике, который всего через несколько лет отметит твой столетний юбилей. Наступает жаркая пора в учебном процессе, ведь уже в мае у курсантов начнутся экзамены. В вечерн 28 апреля Крузенштерн вышел из порта Новороссийск. Следующий порт захода – порт предписки Калининград. 1 мая Крузенштерн вошел в мраморное море, пройдя 1 мая проливом Босфор. Красоты весеннего Стамбула предстали по обоим берегам пролива перед экипажем и курсантами Парушника. Однако, наблюдая за маневрированием стального Парушника, я пришел к мнению, что капитана учебного судна недостаточно стало одних красот Стамбула. И чтобы рассеять остатки уныния у курсантов от скомканного визита в Новороссийск, проходя излучину пролива в районе СПДД или Чебуку, дворцового комплекса на азиатской стороне Босфора, в Стамбуле, бар Крузенштерн, широко известный как непременный участник многих знаменитых океанских и морских горок, внезапно прибавил хода и уверенно пошел на обгон других судов, словно плетущихся впереди него в мраморное море. Это нахальство в кавычках знаменитого старичка нестерпел позади двигающийся в очереди современный громилоконтейнеровоз, который моментально погнался за Крузенштерном. Постепенного обогонщика оставили позади все прочие суда и из пролива Босфор в мраморное море первым вышел контейнеровоз, а вторым почти столетний парусник. Последний из остающихся в строю четырехмачных барков серии Флайн и Лайнер. Вот и все об этом сюжете. Желаем барку и команде на пути в Хорск-Калининград попутного ветра и 7 футов под келем, а курсантам здоровья и успешной чести. Смотрите видео, друзья, и не забывайте мой канал. Будьте же все здоровы! Первое. Видео воспроизводится ускоренно. Второе. При прохождении пролива Босфор, четырехмачный барк Крузенштерн не утопил ни одного буксира. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...